Добрый день! Сегодня в здании парламента собрались небезразличные граждане, еще продолжают собираться. Дело в том, что, как стало известно, на сегодняшнем заседании комитета будет обсуждаться вопрос проекта соглашения по инвестициям, так называемым по инвестициям. И, как нам стало известно, на это заседание комитета должен прийти Аслан Бжане, поэтому мы приняли решение здесь собраться, донести до депутатов, что и мы тоже представители общественности хотим присутствовать. Насколько мне известно, сейчас уже комитет начал свою работу. Здесь идет подмена понятий. Мы говорим о соглашении по инвестициям. На самом деле это завуалированная форма продажи апартаментов. Вы вспомните, когда была вторая попытка провести закон об апартаментах, там же тоже закон назывался не об апартаментах, а о развитии восточных районах Абхазии. То есть здесь тоже так называемые инвестиции, но на самом деле здесь супер льготы для определенного узкого круга друзей Аслана Бжане, и вот они завуалированно хотят принять закон об апартаментах. Мы этого не позволим. Мы предложили Аслану Бжане следующий вариант. То есть до выборов президента Абхазии осталось несколько месяцев. Если он считает и убежден в том, что его повестка, то есть апартаменты, супер льготы для иностранных олигархов, то есть отдать экономику на откуп иностранному крупному капиталу, и с этой повесткой он идет на выборы, если он убежден в том, что общество его поддержит, тут выборы и покажут. А за три месяца до выборов будоражить общество, выходить с этой повесткой в парламент, это неправильно. Мы считаем, что это надо остановить. Именно поэтому мы здесь собрались. А что касается самого проекта соглашения, это вообще на самом деле абсурд. Вот любой юрист вам скажет. У нас уже между Россией и Абхазией есть соглашение о поощрении защиты взаимных инвестиций от 2009 года. У нас есть закон об инвестиционной деятельности, где четко черным по белому определены льготы, гарантии для инвесторов. Там пятая глава, она, несколько статей расписано, гарантии для инвесторов. В том числе защита от экспорприации, о чем было здесь сказано. Поэтому данное соглашение, еще раз говорю, никакого отношения к инвестициям, к слову, инвестиция не имеет. Это завуалированная форма продажи апартаментов и предоставление супер льгот для друзей Аслана Бжани, олигархов. Плюс еще это соглашение позволит уничтожить нашу банковскую систему. Дело в том, что наша задача, чтобы наша банковская система, наши банки имели возможность предоставлять нашим гражданам кредиты. Не по 36%, не по 24%, как это происходит, а по более низкой ставке. А как это может происходить? Это может происходить только в условиях того, когда в нашей банковской системе увеличивается ликвидность. А ликвидность никак не увеличится, если крупные инвестиционные проекты будут реализовываться через филиалы иностранных банков. То есть это все будет мимо нашей экономики проходить. Вот против чего мы сегодня выступаем. Депутаты говорят, что сейчас проходит даже не комитетское заседание, а совещание. Потому что даже в принципе нет еще текста соглашения, который можно выносить на обсуждение, на голосование. То есть сейчас идет формирование этого документа. Может быть у вас сейчас на этом этапе есть какие-то рекомендации, которые, ну если бы руководствовались депутаты, то нам бы это было на руку. Совершенно верно. Сейчас идет только обсуждение проекта соглашения в развитии седьмой статьи, то есть тех поправок, которые парламент принял в феврале. Это развитие седьмой статьи, где правительство, исполнительная власть обязуется информировать парламент о намерении подписать то или иное соглашение за 10 дней до принятия решения о его подписании. То есть вот эта процедура происходит. Но у нас есть отрицательный опыт, когда президент приходил в парламент, стучал кулаком и говорил, слушайте меня, и я здесь буду разговаривать. У нас есть отрицательный опыт, когда парламент здесь, к сожалению, в 5 утра собирался и принимал решения. У нас есть отрицательный опыт, когда президент в общественной палате выступал и говорил, парламент должен, именно должен. То есть мы являемся свидетелями того, что на парламент, не стесняясь, нарушая конституцию, исполнительная власть в лице Аслан Абжане оказывает давление. Вот почему мы здесь собрались. Это первая часть. Вторая часть. Вы говорите о рекомендациях. Парламент, насколько мне известно, это правда. Они проработали этот проект соглашения, направили свои поправки. Это было коллегиальное, насколько я понимаю, решение. Эти поправки были переданы Министерству экономики Абхазии и за пределы Абхазии. Эти поправки были проигнорированы практически полностью. Более того, что странно выглядит, по нашей информации, проект поправок к этому соглашению согласовывался не с Министерством экономического развития Российской Федерации или правительством Российской Федерации, которое является подписантом с той стороны, а с частной компанией Montero Group, которая принадлежит Александру Ткачеву. То есть это вообще выглядит очень странно. Поэтому мы здесь сегодня собрались обратить внимание общественности и так далее. Здесь людей никто не собирал, кто услышал, приехал. Если ситуация будет продолжаться по этому сценарию, который выбрал Аслан Бжаня, людей соберется еще больше. Это перерастет в протест. И вся ответственность за то, что будет происходить потом, будет персонально на Аслане Бжаня. Почему еще раз? Это очень важно, чтобы наши граждане это услышали. Мы предлагаем, мы, вот оппозиция, предлагаем ему идти на выборы с этой повесткой. До выборов осталось 3 месяца. 3-4 месяца. Пускай идет на выборы. Если вот эта повестка по продаже Абхазии, она будет поддержана, абсолютное большинство граждан Абхазии ее поддержит, что мы скажем? Ничего мы не скажем. Но они прекрасно понимают настроение в обществе, они понимают отсутствие легитимности, они прекрасно понимают, что практически на выборах нет никаких шансов. И те обязательства, которые, индивидуальные обязательства на себя взял Аслан Бжаня, видимо, бенефицары, те, кто эти обязательства, в пользу кого эти обязательства были приняты, они требуют от Аслана Бжаня до окончания его президентских полномочий реализовать эти обязательства. Поэтому вот он и торопится это сделать. Но мы это ему не дадим сделать. Это противоречит нашим коренным экономическим интересам, вообще интересам народа. Для чего нам нужно законодательство? Потому что в первую очередь мы должны защищать своего предпринимателя. Наша задача сделать наших предпринимателей, наших граждан богатыми людьми. Эта задача привести людей извне, дать им возможность воспользоваться нашей красотой, нашим климатом, здесь заработать еще больше денег, не платить налоги. Это нам никакого не даст какой-то пользы. Наоборот, еще ухудшит наше положение тех, кто здесь живет, всех наших предпринимателей. Все наши предприниматели исчезнут. И еще один тезис очень важный, я хотел бы, чтобы граждане услышали. Есть там, пытаются внедрить такой нарратив о том, что вот если придет крупный бизнес, в том числе банковский и так далее, и так далее, это же хорошо для обывателей, для простых граждан. Есть такой момент. Ну вот есть пример. Компания Подорожник. Это же крупная компания. Они зашли в Абхазию, построили сеть автозаправочных комплексов, что цена на топливо из-за этого снизилась. Наоборот, на 20-30% больше, чем в Российской Федерации, например, цена на топливо. Хотя до 2020 года были обратные пропорции. На 20% у нас было топливо ниже, чем там. То есть вхождение в экономику Абхазии суперкрупного бизнеса, оно не дает гарантии о том, что для потребителя, конечно, это плюс. Наоборот, происходит монополизация, и это все идет в пользу определенного крупного капитала, а не граждан Абхазии. Спасибо. Спасибо.